Приветствую вас, Аноним. Мне кажется, что самая суть проблемы, которая наиболее актуальна для вас сейчас, это то, что вы хотите советов, и вы не знаете, каких советов вы хотите. Я вам открою секрет. Никто не знает никогда, каких советов он хочет, потому что советов не существует. Есть опыт одного человека, есть опыт другого человека. Так, и вот задача психотерапевта как раз в том, чтобы помочь человеку лучше опираться на себя, помочь человеку видеть в себе то, что он не видит, замечать в себе те вещи, которые они замечают. Поэтому я не думаю, что просьба и получение советов как-то вообще решает какую бы то ни было проблему. Хорошая новость в том, что весь ваш опыт и весь ваш подход к жизни, к мужчинам, к отношению к себе есть сейчас. По крайней мере, та его часть, которая устоялась. И с этим подходом нужна работа. Не очень хорошая новость. В том, что вы привыкли, так сказать, и по-другому жить вам страшно. Но вы не одна и находясь во власти тех стереотипов, которые над вами давлеют, вы можете от них освободиться. Это не конец, конечно. И для этого, как мне кажется, вовсе не нужно отказываться от того, что у вас есть сейчас. Для этого достаточно постараться увидеть, что есть еще. Что вам интересно в жизни. Что вас вдохновляет. Что вызывает у вас любопытство, живой интерес. Вот это можно преследовать. Это можно постараться изучить. Тогда и на себя вы будете смотреть по-другому. И на мужа вы будете смотреть по-другому. И нуждаться в том, что временами оборачивается тиранией, агрессией, доминированием и прочее, вы уже не будете. И муж потеряет над вами влад. Вот вы говорите, что нужно идти до конца, отделить имущество. А как вы надеете ситуацию регулировать? Понимаете, сейчас, вот сейчас, все выглядит так, что вы считаете, что вам меняться не нужно. Ну, ну, как бы мужчине, а не вам. Если это правда, если вы правда так считаете, то, на мой взгляд, это не очень хорошо. Потому что меняться нужно и вам в том числе, чтобы отношения гармонизировались. Чтобы отношения развивались естественно, чтобы отношения развивались так, как им положено, а не так, как вы их, может быть, сами направляете туда, куда вам хочется. Не обращаю особого внимания на то, хотите ли вы или нет. Вот. Поэтому здесь вот для начала надо преследовать вот этот момент. Да? То есть, момент какой-какой. Я хочу, я себя считаю или хочу, чтобы муж мой, например, менялся только, а не я сама. Или я сама готова тоже меняться. Вот если, если я меняться тоже готова, а если вы чувствуете, что готовы меняться, к примеру, то в каком случае, начинайте меняться прямо. Прямо сейчас. И я думаю, что вам будет гораздо легче, чем сейчас. Но если вы ждете перемен от своего супруга, но не от себя. Стой. У меня для вас не очень хорошие новости. К сожалению. Вот то, что я могу вам сказать. то, что я могу вам отметить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения того опыта, который у меня есть, с точки зрения психотерапии. вот так, наверное, от всех позиции тех тех позиции, которые у меня есть. вот так давайте наверное на этом закончим я надеюсь что это было как минимум вам интересно как максимум я надеюсь вам это даст почву для размышлений может быть некоторых выводов и я надеюсь что поможет вам понять для тебя какие-то вещи надеюсь что позволит вам увидеть в себе какие-то вещи вот и начать меняться если подобное вам интересно конечно если подобное вас привлекает удачи удачи вам всего самого доброго я надеюсь что ваша ситуация будет самым наилучшим образом разрешена я надеюсь что ваша ситуация разрешится так как вам вам этого хочется так как вам это нужно вот желаю вам всего самого доброго желаю вам удачи обращайтесь будем на связи